всем привет у нас новая неделя надеюсь это последняя рабочая неделя в этом году как бы ну последняя рабочая неделя когда я работаю со студентами поскольку уже неделю неделю две назад выдал всем задание приготовьте отчеты подготовьтесь к защитам и будете защищаться что ж на этой неделе планы следующие принять у всех защиты все проверить пройти аттестацию на знание английского это обязательно сказали нужно сдать английский хотя там было исключение типа если вы учитесь на английском языке то вам сдавать не надо я как бы написал что ну я же учусь у вас английском языке даже не только вас работаю но еще и учусь на английском языке пишу диссертацию не сказали нет это не считается потому что вы в литовском сообществе поэтому то что вы учитесь у нас на английском то что вы сдаете экзамены на английском в прошлом году я сдал три экзамена на английском ходил учил предметы на английском они сказали нет это не считается ну думаю ладно не считается так не считается пойду сдам все-таки экзамен поэтому пока вы такие планы приступаем к работе и так Пособирал Защиту у студентов Здесь вот они тесты писали Писали тесты там Сейчас буду все это проверять Лабораторные Отчеты мне поприносили Это я уже попроверял Это одна часть, там еще вторая часть Там еще очень-очень много Всякой различной работы Ну и еще Подготовил на Пятницу вроде бы тоже Тесты, чтобы написали Сейчас буду все это проверять Проверять, проверять И потом буду заниматься своим Опять же сериал смотрю Уже другой, ну как, я в основном Я люблю работать, когда два монитора Есть, на одном Мониторе я так наполовинку включаю какой-то Фильм, я обычно его просто слушаю Как бы так на заднем плане, чтобы Чтобы просто отвлекаться Как-то, не знаю А на двух других экранах Я стараюсь работать Поэтому сейчас все проверяю Работаю, слушаю сериал На этот раз я смотрю Охотник за разумом Тот же Netflix, если не ошибаюсь Довольно интересный сериал И после всего, что проверю А, покушай обязательно И буду делать свою диссертацию Решил сегодня поехать на работу на автобусе Потому что возвращаться вечером Восемь где-то А играть в этот квест Найди парковочное место для машин Как-то не хочется Ну и заодно на автобусе Проехал, посмотрел, как оно Вот уже сейчас у нас Два часа дня И как-то солнышко даже выкинуло Зашел в магазин электроники Прикупил вот такую штучку Нужно дома пылесос Починить зарядку к нему Вечером уже починю Ну и буду сейчас работать Итак, закончил проверять все работы Там их куча лежит Просто все закончил проверять Наконец-то все закончил проверять Проставил всем оценки И надеюсь, что Лишних вопросов не будет Никто не захочет пересдавать и так далее Потому что надо было работать В течение семестра Сейчас даже сдавали вот эти отчеты Там отчет лабораторной работы Много кто даже не читал Что в нем должно быть То есть там рисунки, схемы Выводы даже Выводы и те не написаны Ну ладно Кто как знает, так и делает Хотя я все говорил Я говорил, что должен включать каждый отчет Кроме того, в каждом отчете еще написано Что там должно быть Ну да ладно Взял свой билетик Очередь огромная Конечно Ну посмотрим Как это будет быстро Ну что, заказик забрал Очередь не меньше Вот на шпигу Очередь все Не меньше и не меньше Сейчас будем как-то выезжать И летим-летим на работу Уже 12 Мне в 12.10 на лекцию Успевай Ну на часах 12.11 Я можно сказать успел Я уже в универе Иду сейчас открою аудиторию И потом пойду возьму им вопросики Вопросики Потому что они будут писать тесты сегодня Все Последний день Ну что Вот получил последние защиты Там отчеты еще есть Сейчас буду все это проверять Вводить в систему Отправлять сразу письма студентам С их оценками Ну и конечно же Досматриваю сериал Охотники за разумом За разумом Ну как досматриваю Дослушиваю больше Дослушиваю его Все это ставлю И Наверное еще в планах В Синуказе ехать Потому что Хотел в ванне поменять Переключатель на душ Он не очень такой хороший Он новый Но он неудобен Очень тяжело его переключать Хотел поменять И купить такую сушилку для вещей Что можно было вещи вешать И сушить дома Как бы там на балконе Сейчас посмотрю Какой будет вечер Как сильно устану И насколько большими будут пробки Если не очень большими То поеду здесь К аэропорту Съешу в Синукай Какие-то такие планы И какое-то такое Почти окончание вечера Продолжаем ремонт Нашей техники На сегодня у нас уже Не было климат-контроля А зарядка Нашел уже с помощью Мультиметра плюс-минус Сейчас припаяю И пойдем к пылесосу Смотреть Заработает ли зарядка Или нет Так у нас такой вот пылесос Но это не вся часть Это только маленькая часть Потому что еще есть большая С ножкой Ну и давайте проверим Включаем в розетку Так Ну тока меня не бьет Уже хорошо Значит Так Где тут Вот сзади Подключаем Подключаем Секундочку Все Подключили И Опа Зарядка пошла Отличненько Ну что ж Пришло время распаковать То что мы купили Там должен быть Блендер Но я не до конца Уверен Сейчас посмотрим Одна емкость Все нормально У нас одна емкость есть Где новенькая Идем дальше Еще одна емкость Побольше Написано сколько В инструкции Еще одна Венчик Так А ну конечно Вот так упакованно Что надо Складывать О Куча коробочек Это погружная Насадка Да Типа золотой И конечно Она сотрется Быстро Как всегда Так Ну сам блендер Еще одна емкость Это чтобы венчиком Взбивать А да Венчик И венчик А там ножи Внутри Все Ну как же Ну как же Не хуй-юхать Пластик Ну не сильно воняет На самом деле Так Чуть-чуть пластиком Пахнет Но не сильно А это у нас Инструкции Туда опускается Погружной Блендер И венчиком Здесь сбивается Потому что Здесь уже Есть ножи Ну конечно Можно Но там Но там же И Даже одна Третья Стакан О Теперь не надо Думать Сколько это Одна Третья Две Третья Одна Вторая Вот Все Налил Не знаешь Ну Как-то Как-то Так Когда будем Использовать Расскажем Сколько Он Хороший Ну Я специально Выбираю Чтобы было Как можно Больше Разных Емкостей Чтобы его Можно Было Как Можно Более Функционально Использовать А не Только Один Допустим Погружной Блендер И одна Емкость Маленькая Как-то Так Еще Одна Обновочка Мы Вчера Распаковали Наш Новый Блендер И Вот Что Получилось В результате Первого Пользования Мы Хотим Сделать Драники Они Уже Готовятся Очень Хорошо Взбил Даже Картошку Так Что Блендер Просто Супер А Драники У нас Будут С картофелем Луком И Солью Все Очень Просто Пока Наши Драники Готовятся Саша Пошел В магазин За Сметаной Потому Что У нас Дома Нет Сметаны А Мне Сметана Не Нужна Потому Что Мы Купили Очень Классную Штуку Которую Я Уже Добавляла В Грибочки Очень Вкусно Получилось Такой Сливочный Вкус От Этого Чуда Сейчас Покажу Что Это Вот Такой Соус Соевый Мы Покупали В Ики И Он Нереально Вкусный Особенно Если Его Добавлять В Грибочки А С Драниками Попробую Очень Любопытно Что Когда Для Драников Ты Картошку Блендеришь Они Получаются Немного Другими Чем Когда Натираешь На терку Потому Что В прошлый Раз Я Натирала Картофель Ну По Старинке На терке И Лук На терке И Они Получились Просто Равномерно Поджаренными Когда Сейчас Я Жарю Драники После Блендера Они Получаются Какими-то Ажурными И Это Очень Занимательно Потому Что Они Такие Симпатичненькие Вот Это То О чем Я Говорю Кажется Что На них Будто Какой-то Такой Узор И После Блендера Само Тесто Оно Получилось Очень Воздушным А Когда Я Терла На Терку Все Было Предельно Невоздушно Скажем Так Это Без Яиц Тест Продолжение следует...